Да, дорогой Раф, вот что значит, что в десятке мы получаем величие Творца на более новой ступени? Творец раскрывается как сила объединения. Сила объединения не может появиться в одном человеке. Минимальное множество двое, так написано. Поэтому у нас нет выбора. Мы должны для того, чтобы выполнять исправление, чтобы искать и находить Творца, мы обязаны быть объединёнными в группу. И так в объединении между нами, то, что мы изучаем, мы стараемся, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало ещё больше. То есть между нами есть противоположные желания оттолкнуть другого, удалиться от него, уединиться самому от других. Это в этом вся наша жизнь, все наши привычки. И да, это наша эгоистическая природа. Никто не хочет быть соединённым с другим. Кроме того, объединиться, так как говорит об этом Каббала, мы должны быть просто... Мы должны помогать, мы должны быть соединёнными, работать друг рядом с другом и за другом. Получается, что всё постижение Творца приходит к нам как раз через объединение между нами. И в той мере, в которой я объединяюсь, я стараюсь быть как один человек с одним сердцем, с другим, в этой же самой мере, как раз в связи с ближним я и нахожу я нахожу Творца. Я нахожу это свойство, единство между двумя разными, противоположными даже свойствами. Это наша работа, как мы её постигаем. И поэтому, с одной стороны, мы должны стараться строить группу, так как рекомендуют нам каббалисты. С другой стороны, мы должны понять, что построить группу — это непросто, это против нашей природы. И чем больше мы стараемся объединиться в той мере, в которую мы вкладываем силы, в этой же мере мы, по сути, и приходим к раскрытию силы, объединяющей, которая существует и которая преодолевает отдаляющую, разделяющую силу. И обе эти силы, когда они соединяются между нами, тогда мы и постигаем Творца. Не может быть, чтобы Творец проявился только в объединяющей силе. Каждая из объединяющих сил должна быть преодолевающей силу разъединения. Сила разъединения между нами называется авиютом, эгоизмом, а сила объединения — это сила отдачи Любви. Так мы продвигаемся в приближении к раскрытию Творца. Творец раскрывается как сила, объединяющая и находящаяся между нами. Доброе утро, дорогой Рау, дорогие друзья. И я думала, что я услышала у вас, что мы постигаем каждый раз новую ступень каждый день. Так мы должны каждый день увеличивать нашу работу, работать своими желаниями новыми или преодолевать их. От чего зависит это? От чего зависит от того, что мы можем прийти каждый день к новой ступени в десятке? Когда мы каждый день раскрываем для себя новую цель, как будто новую, то есть мы должны объединиться, собрать все силы и преодолеть все помехи, приближаясь друг к другу, будучи как можно более близкими, то, что называется «как один человек с одним сердцем», чтобы точку объединения мы сформировали между собой. И тогда мы приходим каждый раз к новому объединению, это называется новая ступень. После нескольких таких усилий мы начнем чувствовать, что сила помехи, которая выстраивает те ступени, по которым нам нужно будет взбираться для объединения. Это и есть сила Творца. Он это делает. А затем, когда мы переходим к этим ступеням, то и там мы почувствуем, что мы приближаемся, объединяемся с Творцом. И таким образом тогда начнем подъем. Пока не достигнем самой высокой ступени, где все силы разделения и вся сила единства соединятся вместе. Сила разъединения у нас будет в виде сила вьюта высоты, а сила объединения станет как достижением этой высоты. Мы поднимемся туда. Итак, вновь мы взбираемся на вершину горы. Синай то, что называется. Синай от слова сина, ненависть. Мы же должны подняться выше ненависти к объединению. В этом, по сути, то объединение, которое должно быть между нами. Окончательное исправление. вновь. Вновь. Продолжение следует...